Всем привет, друзья! Всем привет! Я сегодня решил снять такое видео необычное про то, как мы путешествуем, про наш опыт. Мы очень много путешествуем. Я путешествую, наверное, уже около 10 или 15 лет. И я хочу поделиться с вами опытом, как мы готовимся к путешествию, как наш процесс путешествия проходит. И я думаю, для тех людей, которые много путешествуют, которые любят путешествовать, это будет видео интересное и, самое главное, полезное. Самое главное, что нужно взять с собой, когда вы едете в аэропорт, это паспорт и деньги. То есть самое главное не забыть это. Остальное, в принципе, можно все купить. Карточки еще? Раздобыть, да. Женя говорит, что еще карточка. То есть позаботиться о том, чтобы самое главное было это. Вам нужно подумать о том, где вы оставите свой автомобиль. Ну вот, допустим, в нашем случае мы оставляем машину в аэропорту. У нас рядом с аэропортом есть парковка. Мы оставляем там на 2, на 3, на 4 дня. И, в принципе, это стоит там максимум 5-7 долларов до 10 долларов. И нам это выгодно, чем заказывать такси. Потому что, если заказывать такси в аэропорт или с аэропорта, у них обычно идут тарифы, которые выше, чем где-то там по городу. То есть расстояние может быть меньше, а тарифы будут выше. Так, дальше. Нужно позаботиться об одежде. То есть, если вы летите, допустим, из какого-то теплого места в более прохладное, то есть вы должны уже об этом сразу подумать, что будет либо жарко, если, допустим, вылетать зимой из России в какие-то тропики куда-то, то там может быть жарко. И та куртка, которую вы с собой берете, она вам может просто не понадобиться. И поэтому, ну, от нее лучше оставить либо в машине, либо там попросить друзей, чтобы они ее забрали, эту верхнюю одежду, потом вам вернули. Еще очень важно подумать о том, как будет производиться трансфер, потому что обычно, когда люди прилетают в чужое место, в чужой город, они не знают, как там доехать до отеля или там еще что-то. Я считаю, что самый оптимальный способ в этом случае – это аренда машины, потому что иногда бывает такое, что можно арендовать машину на сутки гораздо дешевле, чем, допустим, будет трансфер стоить. Когда человек приезжает в другую страну, прилетает, он обычно уставший после перелета, и он там ни о чем не хочет думать, он хочет быстро попасть в гостиницу или там в то место, где он будет жить. И, в общем, трансфер – это, конечно, важно. По поводу багажа. Многие люди любят, знаете, вот так пленкой заматывать, закручивать свой багаж. На самом деле это, с одной стороны, да, как бы там бережет багаж. У нас было несколько раз, что наш багаж открывали. На самом деле весь багаж, который сдают пассажиры, его позже потом его сканируют. Там сотрудники аэропорта, таможенники, они сканируют, они смотрят, что там. Какие-то, если есть, допустим, один раз у нас открыли багаж, потому что там был повербанк. То есть повербанк нельзя сдавать. Раскрыли наш багаж, таможенники вложили туда багаж в эту бумажку, что информация о том, что багаж открывали, в общем, забрали повербанк. Даже обычная бутылка там с водой или с кока-колой или с алкоголем, она может, ну, то есть быть похожа на, допустим, если будет лежать какая-то бутылка и будет лежать там ноутбук или там телефон, то есть могут таможенники подумать, что это взрывное устройство и открыть и проверить. То есть если вы не хотите, чтобы ваш багаж открывали и раскрывали, что там рылись, то желательно определенные вещи, то есть как, допустим, жидкость, там сложная какая-то электроника типа ноутбуков, еще что-то, повербанков, такое в багаж свой не класть. И, ну, соответственно, если вы будете его заматывать, это все разрежут и, в общем, раскроют его в любом случае. За два часа нужно, как правило, приезжать на регистрацию, об этом все знают, но немногие знают о том, что можно зарегистрироваться в интернете и приехать в европейских странах очень часто бывает такое, что можно зарегистрироваться и оставить свой багаж. Специальные пункты есть, сброс багажа, то есть можно просто зарегистрироваться, сбросить свой багаж и уже пройти в зону duty free, то есть через паспортный контроль. И еще существуют такие авиакомпании, я сейчас заметил, по-моему, украинские авиалинии стали взымать плату, то есть они стали продавать билеты дешевле и стали взымать плату за регистрацию, то есть именно каждая авиакомпания, она платит сотрудникам аэропорта какие-то деньги за то, что они регистрируют пассажиров и, в общем, они это исключили из билета и если вы, допустим, не зарегистрируетесь на багаж, не зарегистрируетесь на рейс онлайн, то с вас будет дополнительно взыматься определенная сумма. У нас был перелет из Алматы, наш перелет был очень-очень сложный и, во-первых, была задержка перелета. Ну, задержка бывает такое, бывает не очень часто, но там, может быть, из 100 случаев, может быть, 2-3 случая, может быть, что 2-3% бывает, что рейс задерживают, поэтому лучше всего, конечно, перед выездом либо в интернете посмотреть, то есть если рейс задерживается, они сразу выдают об этом информацию и, ну, то есть можно так рано не ехать в аэропорт. Мы летели, самолет был полный, эконом-класс был полностью забит, вообще ни одного, я проходил специально, посмотрел, не было вообще ни одного места свободного и я из этого сделал вывод, что делали апгрейд, делали апгрейд, много делали апгрейдов с эконома на бизнес и обычно кому делают эти апгрейды? Обычно делают апгрейды либо тем пассажирам, у которых есть карты лояльности авиакомпании, то есть они, кто больше всего летает, определенная авиакомпания, они им делают апгрейд сразу автоматически, либо делают тем людям, которые позже всего приходят на регистрацию, то есть вообще какая система? То есть авиакомпания, она продает билетов всегда, всегда, любая авиакомпания продает всегда билетов больше, это международная практика, чем может в себя вместить самолет, это делается из-за того, что, во-первых, очень много людей со временем не приходят на рейс по разным причинам, все что угодно может произойти, то есть просто неявка на рейс, либо сдают билеты, либо перебронируют, еще что-то, поэтому все авиакомпании продают больше билетов, чем на самом деле может поместиться в самолет, на самом деле был скандал недавно, в Америке там какой-то доктор летел, и ему нужно было лететь на операцию, и так получилось, что там команда экипажа какого-то, 10 человек должны были срочно лететь на этом рейсе, и в общем там снимали пассажиров с рейса, они снимали так, чисто случайно, выбрали случайным образом, и оказалось так, что выбрали доктора, который специально летел на какую-то операцию, там высокооплачиваемый доктор, и в общем он подал на них в суд, и там, по-моему, если я не ошибаюсь, несколько миллионов долларов он выиграл в суде, ему заплатили за то, что человека просто сняли с рейса, но это такой единичный случай, вообще на самом деле авиакомпании выгоднее сделать пассажиру эконом-класса апгрейд на бизнес, либо просто отказать ему в перелете, и оплатить гостиницу, и оплатить проживание, и в общем оплатить либо перелет другой авиакомпании, либо оплатить, либо просто на следующий день, чтобы он улетел, или там, следующим рейсом, чтобы человека сняли, пассажира сняли с рейса, это, конечно, бывает очень редко. Вот. Какой вывод мы сегодня сделали? То есть мы, когда пришли на регистрацию, не было мест, пассажиры предварительно уже зарегистрировались, и не было мест таких, чтобы мы сидели с Женей рядом вдвоем. Жене дали, уже дали, Аэрофлот продает места повышенной комфортности, там от 20 до 60 евро они стоят в зависимости от рейса. Нам сказали 40 евро стоят, но они уже были заняты, и Жене, получается, сделали апгрейд. Ей дали место повышенной комфортности, там место больше для ног возле аварийного выхода, и, в общем, она летела там, а я летел в другом месте. Потому что люди зарегистрировались, предварительно выбрали хорошие места. Хорошие места в самолете считаются это либо возле прохода, либо в конце самолета. По статистике, самые безопасные места в самолете – это в конце самолета. Происходят авиакатастрофы, все об этом знают, и самые безопасные, то есть в этих катастрофах выживают люди. Бывает, что по статистике выживают люди, и самые безопасные места – это в конце самолета. Кто много летает, они уже сразу все эти места разбирают, либо в конце самолета, либо возле прохода. В конце самолета еще интересно лететь, когда самолет пустой. То есть уже видно сразу, если, допустим, я в конце самолета сижу, мы вообще обычно приходим самые последние на посадку. То есть уже самые последние в самолет заходим, и мы уже смотрим, где свободные места, и либо мы туда сразу садимся, то есть мы можем сразу, допустим, в эконом-классе 3 места занять каждый. И если перелет долгий, мы можем просто лежать там и спать, наслаждаться. На данном рейсе, где мы сегодня летели, не было мест вообще, свободных в эконом-классе не было вообще. То есть за мою практику, сколько, 10-15 лет мы уже летаем, мы очень часто летаем, очень много, я такого не видел никогда. Ни разу в жизни не было такого, чтобы самолет эконом-класс был полностью забит. И я сделал вывод такой, что если бы мы пришли бы самые последние на регистрацию, самые последние, вот уже за 40 минут там до вылета закрывается регистрация, там за 50, если бы мы пришли бы самые последние бы, в любом случае нам бы дали апгрейд, потому что нам бы дали либо бизнес-класс, либо нам бы просто отказали бы в перелете. Но я считаю, что скорее всего нам бы дали апгрейд на бизнес. И поэтому, если вы видите, что билеты дорогие, почему мы в такой ситуации не бываем? Потому что мы обычно смотрим, то есть это легко проверить, если билет дорогой, мы обычно не покупаем дорогие тарифы, мы выбираем какие-то дни с датами, играем, и дату вылета, дату прилета. Если менять, допустим, там даже на один день цена в два раза может отличаться. И, в общем, так получилось, что с нами летела команда в этот раз, футбольная команда, футбольный тим, там около, ну, наверное, 30 человек летело, и поэтому они большую часть самолета заняли, и, в общем, там у них овербукинг оказался, то есть, ну, такая ситуация, которую авиакомпания не любит. Это для них, конечно, хорошо, что много пассажиров, все, но, конечно, для членов, для экипажа это большая головная боль. Если вы видите, что вы летите, вы покупаете билет дорогой, и вам нужно лететь по-любому, и вы видите, что он дорогой, то, скорее всего, 90%, что там будет переполнен самолет. И какой вывод, что нужно? Нужно либо заранее занимать места, там рядышком, как вы хотите сидеть, либо приходить самыми последними на регистрацию, самыми последними прям перед закрытием, и очень высокий шанс, что сделают апгрейд на бизнес. По багажу, то есть по ручной клади и по багажу, есть некоторые авиакомпании, которые не включают в тариф перелета багаж, и за него либо нужно будет доплачивать, либо доплачивать у всех авиакомпаний разные правила. Какие-то авиакомпании 2 багажа дают, какие-то разрешают 30 провести, какие-то 20, но если они разрешают 20 провести, то там можно 22. В принципе, работники закрывают на это глаза, там 2 килограмма 10% никакой роли не играют. По ручной клади, то есть если ручная кладь не соответствует размерам, ее не пропустят в кабину, и нужно будет ее сдавать в багаж и за это доплачивать. Еще есть определенные правила по провозу животных. Это тоже у всех авиакомпаний по-разному нужно уточнять. То есть нельзя просто взять своего котеночка и отвезти его как игрушку в другую страну. Там нужно делать прививки, справки собирать, ну и в общем даже билет нужно животному покупать. То есть по весу ручная кладь и багаж, они должны соответствовать правилам провоза авиакомпании. По питанию, вы можете заранее заказать питание, определенное выбрать себе, если вы, допустим, не любите там свинину или не кушаете свинину, то в принципе вы можете любую себе еду заказать, вегетарианскую. Мы обычно заказываем сейфуд, то есть мы заказываем сейфуд, это морепродукты. И преимущество в чем, что нам приносят еду самым первым. Это самые первые пассажиры, которые заказали еду. Любой пассажир может себе выбрать эту опцию. То есть вы можете есть не то, что все едят в самолете, вы можете выбрать то, что вы хотите есть. Либо вы будете морепродукты кушать, либо будете там халал кушать, либо будете кушать вегетарианскую. В всех рейсах сейчас нет таких авиакомпаний, где можно курить. По-моему, даже электронные сигареты. Не знаю, но есть что-то электронных сигарет. Это можно узнать. Алкоголь. Но я знаю точно, что есть авиакомпании, которые не предлагают алкоголь. То есть есть рейсы, допустим, достаточно длительные. И иногда охота просто выпить там, допустим, 50 грамм или бокальчик вина и уснуть. Потому что, ну, на самом деле это все сопровождается стрессами. И перелеты это, ну, очень тяжело. Обычно мы, если, допустим, мы, допустим, летим, там мы потом сутки от этого отходим. Смена часовых поясов, смена языка, смена климата. Это достаточно стресс такой. И поэтому, конечно, иногда охота выпить немного. Но авиакомпания просто не предлагает. Бортпроводники могут, ну, просто не предлагать алкоголь. Поэтому, в общем, кто любит выпить, об этом, конечно, нужно заранее позаботиться. И если вы путешествуете с ребенком, обычно авиакомпании дарят там какие-то подарочки, игрушки. Но, я думаю, лучше, конечно, позаботиться о том, чтобы, ну, у ребенка там были либо мультики, либо еще что-то. И ребенок, в общем, уснул или как-то сам себя, как-то время провел, в общем, весело для себя. На самом деле, очень много тонкостей и очень много правил. И те, кто много путешествует, конечно, об этих всех правилах и ситуациях знают. И поэтому они уже... Допустим, вот если вы стоите в очереди, бывает такое, что люди стоят в очереди. И я вот, когда попадаю в очередь, я уже становлюсь в очередь либо за азиатами, это японцы, либо за европейцами. То есть они более организованы, они уже знают, что, допустим, там в самолет нельзя воду проносить, или там быстро себе часы снимают, быстро, быстро, быстро. То есть очередь с европейцами, азиатами, я заметил, она длится почему-то... Проходит гораздо быстрее, чем, допустим, ну, с другими людьми. Может быть, я ошибаюсь, но вот такое у меня было наблюдение. Еще есть такое, я заметил, что, ну, в основном два типа самолетов, это Boeing и Aerobus. Обычно Boeing, он создан... Это европейский самолет, европейская компания, они делают самолет для европейцев. И он более, более тесный. То есть в Европе маленькие улочки, маленькие машины, то есть там все такое стесненно. А Boeing это американский самолет, американский производитель. И в нем, то есть больше места. Поэтому если есть выбор между Boeing и Aerobus, естественно, я всегда буду выбирать Boeing. В самолете обычно, конечно, там развлечений немного, поэтому нужно как можно больше ходить. Потому что застаивается кровь, и нужно это все циркулировать, ходить как-то, разминаться, и побольше прям пить, пить, пить жидкости. Есть кнопка специальная, можно нажать эту кнопку, придет бортпроводник, и в принципе она сделает все, что вы хотите. Она может принести воды, может принести ручку, может принести там еды иногда. Да, в общем, может забрать у вас что-то, может вам что-то рассказать. Бывают такие случаи, когда люди не знают английского языка, и нужно заполнять иммиграционную карту. Кстати, иммиграционную карту тоже можно попросить у бортпроводников, можно у них попросить ручку, и можно попросить, чтобы они помогли заполнить, переведет. То есть девочка объяснит, куда и что писать. Такое бывает в аэропортах, в аэропортах, что в одном самолете могут встретиться люди с одинаковыми багажами, с одинаковыми сумками. То есть такое бывает, особенно если там какой-то распространенный производитель. У нас сегодня было такое, что мы подумали, что Женину там сумку кто-то забрал, на самом деле это была не Женина сумка, и в общем нужно проверять бирки багажные, сверять, чтобы чужой багаж не забрать, и следить, чтобы ваш багаж тоже никто не забрал. На паспортном контроле еще важно тоже занимать очередь. Обычно это несколько линий для граждан тех стран, в которые вы проезжаете, для там еще каких-то граждан. И в общем, то есть на паспортном контроле тоже нужно определенные места занимать. Обычно те люди, которые встречают пассажиров в аэропорту, либо таксисты, они, конечно, оценивают свои услуги гораздо выше, чем это стоит. И, в общем, лучше, конечно, с ними не контактировать и позаботиться о трансфере заранее, если это не включено в вашу путевку. То есть это очень важно, конечно, на самом деле. Да, и еще у нас такое бывает, что мы на самый последний момент откладываем подготовку к нашему путешествию и у нас начинаются сборы прям буквально там за 10 часов до вылета или там за 6 часов до вылета. Это неправильно, потому что мы, как правило, обязательно что-то забываем. и, как я уже говорил, самое главное это паспорт, документы и платежная карточка, потому что карточка обязательно должна быть у путешественника. Во-первых, все прокатные конторы, некоторые отели, они берут эту карточку и блокируют там какие-то средства, ну, типа как депозит за то, что там может номер что-то испортится, или машина там может поцарапаться. Обычно, конечно, машина там предусмотрена страховка. Есть такие моменты, когда, допустим, мы летаем из Казахстана в Россию, то есть у нас одна зона таможенной торговли, то есть у нас нету пошлин и мы не можем покупать ничего в магазинах без пошлинной торговли. Но, в принципе, это легко можно исправить, то есть можно попросить любого пассажира, который летит там, допустим, за пределы таможенного союза и вылетает, и через его посадочный талон можно купить, что вы хотите, любое в этом магазине. Женя как-то летела по-моему, из Москвы и очень сильно что-то хотела купить, по-моему, мне там подарочек какой-то. И, в общем, ей сказали нет, вы летите из Москвы в Казахстан и вы не можете купить, поэтому можно быть гибче, можно договариваться, иногда можно просто за наличные купить и некоторые там сговорчивые люди в магазинах без пошлинной торговли пойдут навстречу и, в принципе, могут либо за наличные продать, либо по чужому посадочному талану. А, на регистрации, то есть на регистрации, как правило, сидят люди, для которых вы просто обычный пассажир, точно такой же, как и все пассажиры, и тот человек, который вас регистрирует, это хозяин, хозяин положения, и он может сделать вообще все, что угодно, то есть в его силах сделать апгрейд, пропустить большой багаж, пропустить большую ручную кладь, то есть тот человек, который сидит и вас регистрирует, он, можно сказать, и царь, и бог, поэтому на регистрации, конечно, нужно себя вести дружелюбно, улыбаться, ни в коем случае не спорить, не ругаться, и, то есть, ну, улыбаемся и машем, и будет у вас все хорошо, и будут хорошие места в самолете, и пройдет большой багаж, тяжелый, и, ну, и, в общем, будет все классно, я видел такие случаи, когда люди приходили, просто начинали качать свои права, там, выковать, там, еще что-то, и им отказывали, там, либо в перелете, либо заставляли доплачивать за багаж, либо еще что-то, ну, очень много разных ситуаций, поэтому на стойке регистрации обязательно нужно себя вести культурно, тебя тоже видно, Жень, батарейка разлетела, батарейка уже редела, Женя сейчас будет ругаться, так, ну, вот, в общем, значит, этот, стараемся вести себя дружелюбно с ребятами, на стойке регистрации, и, так, я, наверное, буду уже подводить итоги, то есть, чтобы видео не получилось таким длинным, так, нет, Женечка, не мешай мне, пожалуйста, вопросик от зрителя, вот, ну, в общем, подводим итоги, что самое главное, это, конечно, самое главное в путешествии, это не забыть паспорт, деньги, и платежные карточки, позаботиться о местах в самолете хороших, либо, если самолет переполнен, значит, прийти на регистрацию позже, чтобы сделали бизнес, и, что еще, ну, трансфер, конечно, это тоже важно, трансфер или трансфер, как правильно, я не знаю, всем спасибо за просмотр, если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу в комментариях, и я очень буду рад, если вы это видео, и я очень сильно рад тому, что вы досмотрели это видео до конца, всем спасибо, всем приятных путешествий, пока-пока.